Рост заболеваемости коронавирусом, темпы вакцинации от COVID-19, начало отопительного сезона и динамику рынка труда в регионе обсудили на очередном аппаратном совещании. Алексей Русских начал с неприятных новостей, озвучив актуальную статистику по пандемии. Летальность выше средневарсийских показателей, темпы вакцинации недостаточны. Кроме того, растет социальная накаженность к новому пакету антиковидных ограничений. Увы, статистика печальная для всей страны. И, по мнению врачей, мы находимся на пороге нового локдауна. Четвертая волна коронавируса оказалась страшнее предыдущих из-за того, что вирус постоянно мутирует. Ограничительные меры, введенные в данной ситуации, становятся необходимостью. К сожалению, у нас идет стойкая тенденция к увеличению заболеваемости. И если брать в разрезе муниципальных образований, то, к сожалению, у нас нет ни одного муниципалитета, который бы соответствовал требованиям. Темп прироста заболевших за сутки увеличился и превышает российский показатель. Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Майнском, Павловском, Корсунском районах и в Новоульяновске. По заболеваемости Ульяновская область занимает 17 место среди всех регионов страны. Отмечается рост заболеваемости на 5,3%. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населений на 39 недели составил 183,9 против 174,1. Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, темпы вакцинации в регионе оставляют желать лучшего. Минздрав фиксирует снижение объемов. Менее 20% вакцины в регионе израсходовано. При этом в больницы чаще всего попадают именно те, кто не привит. 90% людей, которые находятся в госпиталях, они не вакцинированы. И при этом по той же самой реанимации. Реанимация находилась на момент нашего посещения. 68 человек и всего один человек был привит. За неделю увеличилось число обращений в Центр управления регионом. Больше всего людей волновали вопросы работы поликлиник и участковых врачей. Понятно, что увеличение связано с количеством заболевших. И невозможно обращение, если видите на слайде, что не могут дозвониться, не могут попасть на прием к врачам и так далее. Минувшая неделя в регионе была посвящена национальному проекту «Туризм и индустрии гостеприимства». Ульяновская область принимала участие в проекте стимулирования путешествий, туристического кэшбэка. За три летних месяца, с 16 июня по 10 сентября, сумела воспользоваться этой программой 4,5 тысячи жителей Ульяновской области. На общую сумму 91 миллион был получен кэшбэк. Еще один вопрос, который рассмотрели на аппаратном совещании, касался рынка труда Ульяновской области. За 9 месяцев 2021 года в Центр занятости обратилось всего 243 выпускника высших и средних специальных учебных заведений. 45% из них уже трудоустроены. Традиционные выпускники обращаются за помощью с поиском работы нечасто, особенно специалисты технического направления. Работодатели снизили требования сейчас, потому что действительно очень большой был кадровый, снизили требования по опыту работы. И это для нашей молодежи большой плюс. Также коснулись вопросов безопасности школ. Учебные заведения планируют оснастить металлоискателями и тревожными кнопками там, где их пока нет. Обсудили исполнение бюджета за 9 месяцев 2021 года. Объем налоговых поступлений в регионе увеличился на 13%, а налог на прибыль на 34%. Из них больше всего налогов в бюджет заплатили банки и предприятия автомобильной промышленности. Что касается начала отопительного сезона, 100% объектов соцсферы и жилого фонда уже подключили к теплу. Локальные проблемы в этой отрасли устраняют в рабочем порядке.